Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. На телеканале «Звязда» время информационного выпуска. В студии новостей работает Капитолина Зинкевич. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Коллективы предприятий, входящие в состав концерна «Белнефтехим» в эти дни адресуют работникам открытого акционерного общества «Гродно-Азот» свои обращения со словами поддержки и с призывом отказаться от забастовки. Школы страны полностью обеспечены кадрами для организации образовательного процесса. Создать праздник для каждого ребенка широкомасштабная кампания по подготовке детей к новому учебному году развернулась по всей стране. Не выходя из дома, в Беларуси проходят электронные ярмарки вакансий. В Новополоцке дан старт турниру по хоккею шайбы среди юношей 2007 года рождения. Подробности далее. Коллективы предприятий, входящие в состав концерна «Белнефтехим» в эти дни адресуют работникам открытого акционерного общества «Гродно-Азот» свои обращения со словами поддержки и с призывом отказаться от забастовки. Это может привести к необратимым последствиям, причем не только для самого гродненского предприятия, но и для других заводов, которые включены в единую производственную цепь. Свои обращения к коллегам направили коллективы пяти предприятий, в их числе и открытое акционерное общество «Нафтан». Насколько нам стало известно, коллектив «Нафтана» заводчане призвали своих коллег из «Гродно-Азота» отказаться от забастовки. Ваше мнение на этот счет, но почему? Я думаю, что наша цель, как и всех работников «Нафтана», «Гродно-Азот», также входит в концерн «Белнефтехим» – заниматься производством и не лезть в политические интриги, которые, возможно, даже навязывают нам извне. Наша главная задача – выполнять поставленные доведенные показатели по производству продукции. За счет этого мы содержим свою социальную сферу и не лезть в эти политические дрязги. Можно ли сказать, что письмо, направленное на предприятие, ваше сотрудничество, с которым налажено, что оно коллективное? Да, оно является коллективным, потому что мы понимаем, что наша продукция может вызвать затаривание на заводе, и наша установка может быть остановлена. Я работаю на первом производстве завода «Нафтан», и так же, как завод «Нафтан» и завод «Гродно-Азот» входят в одну корпорацию «Белнефтехима». И, конечно, мы два коллектива должны понимать, что забастовка нам не нужна, и она очень сильно скажется, в первую очередь, на благосостоянии наших семей. Мы поставляем им сырье, мы покупаем у них сырье, и это может вызвать очень много проблем на производстве. Это оборудование, которое должно быть загружено постоянно. Школы страны полностью обеспечены кадрами для организации образовательного процесса, сообщают в Министерстве образования. Ежегодные учебные заведения Беларуси пополняются новыми кадрами. В нынешнем году система образования страны пополнила 4772 молодых специалистов, обновляются педагогические коллективы и в регионах. В Новополоцке, к примеру, в новом учебном году к обязанностям приступят 53 педагога. Так, с будущей профессией Анна Прыгун определилась еще в школе, уже тогда девушка знала, обязательно будет работать с детьми. Четыре года обучения в Полоцком вузе, и с 15 августа молодой специалист приступила к своим обязанностям. Детский сад встретил меня хорошо, конечно, я ощущаю поддержку. Уже сразу с первой недели все прекрасно. То есть неофициальное название нашего детского сада, ГУО «Если сад номер 25» — это ключик. И педагогический коллектив мне вручил ключик с тем, что я вступаю в должность воспитателя к ним в «Если сад». Мне очень нравится, я чувствую это мое. Как бы я присоединена к хорошим педагогам опытным, и я думаю, буду набираться у них опыта, перенимать, и думаю, все будет хорошо. В этом году в учебное заведение Беларуси направлено 4722 молодых специалиста. Новыми кадрами пополнился и педагогический коллектив системы образования Новополоцка. Система образования нашего города пополнилась 53 молодыми специалистами. Из них 24 — это иногородние, а остальные все — жители нашего города. Распределились они в различные учреждения образования. Это учреждения дошкольного образования, детские сады, это учреждения общего среднего образования, школы, гимназии, лицей. Распределились они также и в учреждения дополнительного образования, вот в дворе детей и молодежи. С новой главой в жизни началом трудового пути И накануне нового учебного года молодых специалистов поздравила администрация Новополоцка. Напутственные слова ребятам адресовал и председатель городского совета депутатов Олег Буевич. Детей с вами мы должны учить, как классик говорил, все эти разумное, доброе, вечное. А все остальное оставляйте за порогом тех учреждений, в которых вы будете работать. Поздравляю вас с началом вашей трудовой деятельности. Искренне вам желаю успеха. Дерзайте идеи свои, инициируйте. Городская власть всегда поддержит их. Активно участвуйте в жизни города, в общественных организациях города. Мы всегда будем это приветствовать. 1 сентября в Новополоцке за партой школ сядут 9650 учащихся, из которых 1200 первоклассники. Тема первого урока в новом учебном году во всех школах Беларуси звучит. Я здесь вырос, и эта земля мне дорога. И в эти дни в стране продолжается широкомасштабная кампания по подготовке детей к новому учебному году. К ней активно подключаются представители власти гор и райисполкомов, общественные объединения, профсоюзы, предприятия и организации. Цель одна. Каждый ребенок, вне зависимости от дохода семьи и ее социального статуса, должен отправиться в школу с хорошим настроением. Торжественные линейки по случаю 1 сентября. Белые банты, пышные букеты. И вот школьники в новенькой форме и с новенькими рюкзаками переступают порог школы. Организовать праздник каждому ребенку и прийти на помощь тем родителям, которым тяжело справиться со сборами в школу, помогают на уровне администрации города. Подключаются общественные объединения, профсоюзы, предприятия и организации города. Помощь оказывается как из местного бюджета, так и за счет средств организации, благотворительной, гуманитарной помощи и государственной, адресной, социальной помощи. Так, решением сессии Совета депутатов в этом году от 14 мая было принято решение об оказании помощи многодетным семьям в размере 50 рублей на каждого школьника. На сегодняшний день за такой помощью обратилось 534 семьи, где воспитывается 984 ребенка. И помощь оказана на сумму более 49 тысяч рублей. Ежегодную масштабную кампанию по подготовке детей к школе включается Федерация профсоюзов Беларуси. И этот год не исключение. К началу учебного года по всей стране в рамках благотворительной акции «Профсоюзы детям» проходит марафон «Собери портфель в школу». Предполагается, что общая сумма поддержки профсоюзами Беларуси в нынешнем году составит около 5 миллионов рублей. Первичные профсоюзные организации города активно принимают участие в ежегодной республиканской акции «Профсоюзы детям». И в настоящее время уже собраны портфели и первоклашкам, и детям, которые нуждаются в том, чтобы им оказали помощь. Поэтому в скором времени канцелярские товары и портфели найдут своих обладателей. Городообразующее предприятие «Нафтан» – пожалуй, самый многочисленный трудовой коллектив Новополоска. Здесь, к началу учебного года, школьников готовят порядка трех тысяч семей. В нынешнем году, как и всегда, «Профсоюз» финансово поддерживает семьи школьников, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов. На сегодняшний день уже были публикации и в нашей корпоративной газете о проведенной работе. Работники высказывали и благодарность слова за оказанную материальную поддержку. Ну и так могу сказать, что ориентировочно в размере 20 тысяч рублей уже оказана материальная помощь работникам, у которых дети идут в школу. В Висебской области материальную помощь к новому учебному году уже получили около 14 тысяч 700 семей, в которых воспитываются почти 28,5 тысяч детей. Всего по состоянию на 21 августа общая сумма оказанной поддержки составила 1 миллион 700 тысяч белорусских рублей. В Новополоске 984 семьям оказана помощь в размере без малого 115 тысяч рублей. Участники протестных акций уже на протяжении нескольких недель испытывают терпение жителей микрорайонов. Шум, крики и звуковые сигналы автомобилей, в том числе в вечернее и ночное время, мешают спокойствию граждан. Это вызывает недовольство. Обращения с жалобами поступают в том числе и в местные исполнительные комитеты. Белорусы, похоже, устали от уличных протестов. Я живу на Молодежной, окна выходят вот прямо сюда. За мирные акции я ничего против не имею. Вообще все супер, надо выражать свою позицию в рамках закона. Это обязательно. Но количество сигналов, это лично мое мнение. Просто уши вечером дома находиться невозможно. Ужасно. Я живу на улицу, спать невозможно. Орут, бегают. Ну идите вы куда-нибудь, я не понимаю, с влагами, пищалками, машинами. Против. Оперативно-дежурная служба Новополоцкого ГУВД фиксирует жалобы граждан по этому поводу. ГАИ обращает внимание всех водителей, что согласно правилам дорожного движения, звуковые сигналы в населенных пунктах могут применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. За невыполнение требований данного пункта ПДД предусмотрена административная ответственность. По части 2 статьи 18.14 КОАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин. Стоит отметить, что при движении в транспортном потоке применение звукового сигнала отвлекает водителя от движения. Уважаемые водители, будьте благоразумны, своими действиями вы нарушаете покой граждан, а также ставите под угрозу безопасность других участников дорожного движения. Электронные ярмарки вакансий. Такую практику в Беларуси стали применять с конца 2018 года. Сначала новый формат общения соискателя с работодателем опробовали в столице. Позже опыт распространили в регионах. Возможность найти подходящую работу в онлайн-режиме на этой неделе появилась и у новополочан. 27 августа в городе пройдет электронная ярмарка вакансий. С апреля этого года электронные ярмарки вакансий начали проводить в Беларуси ежемесячно. Одна из причин – простота и удобство новой услуги. Не выходя из дома или находясь в другом городе, соискатель может в онлайн-режиме связаться с работодателем, тут же пройти собеседование и получить работу. Поиск занимает буквально несколько минут. Необходимо зайти на площадку e-vacansi.by. Мы зашли на портал государственной службы занятости, да, электронная ярмарка вакансий. Дальше мы ищем вакансии того города, который нас интересует. В данном случае это город Новополоска. Так, вот, мы нашли, да, электронная ярмарка вакансий города Новополоска. Будет 27 августа. Нажимаем на нее. Ярмарка вакансий будет проходить определенное время, то есть с 10 до 12.00. И именно в это время нужно успеть задать вопросы нанимателю, либо отправить резюме. Дальше вот мы заходим, видим все организации. Мы видим, какие организации у нас представлены в этой ярмарке. Так, и видим все вакансии, которые данная организация представляет. После этого мы заходим на интересующую нас вакансию. Нажимаем. Выскочит диалоговое окно. В этом диалоговом окне можно написать вопрос, задать вопрос нанимателю, договориться, может быть, о собеседовании каком-то, скинуть свое резюме, куда, на какой этот ящик электронный. И то есть это будет все происходить в режиме реального времени. Будет общение с кадровыми службами организации. Ну вот таким образом можно, в общем-то, найти себе новую работу и трудоустроиться. В нынешней электронной ярмарке вакансий представлено свыше 50 предложений о работе. Своей вакансией уже разместили городская больница, ТРЕС номер 16, СРСУ-3, Новополоцк-железобетон, автопарк номер 6 и Новополоцкая управляющая компания. На работу требуются как инженерно-технические, так и работники без высшего образования и опыта работы. К слову, информация об имеющихся вакансиях остается на портале и после завершения ярмарки. Мы стараемся привлекать все больше и больше организаций каждый месяц, разные организации. Будем, наверное, не только государственные формы собственности, но уже участников к этому привлекать. Потому что, в общем-то, это хороший опыт, наверное, для организации. Они могут заранее себе подобрать кандидата, направить его к себе на собеседование, разобравшись с тем, что он им уже подходит. То есть не тратить время на тех кандидатов, которых они бы заведомо уже, скажем так, не приняли к себе на работу. То есть это сокращает вот этот период поиска хорошего кандидата. Растет и количество соискателей, которые находят себе работу посредством электронной ярмарки вакансий. В прошлом месяце 14 человек смогли напрямую пообщаться с работодателями и обсудить вопрос трудоустройства. Согласно статистике, на начало августа в Новопутске на учете в органах по труду, занятости и соцзащите состоят 245 безработных. Всего представлено 579 вакансий. Кого ищут местные работодатели, можно узнать в Центре занятости, на сайте Горисполкома, либо на портале Государственной службы занятости. Информация обновляется ежедневно. Анна Ободова, Артем Табаков, Телеканал «Звезда». На этой неделе в Беларуси определят победителя Кубка Салея по хоккею с шайбой. Для детских хоккейных команд новый сезон начинается в сентябре, но в предсезонье лед не пустует. Накануне в Новополоцке дан старт турниру по хоккею с шайбой среди юношей 2007 года рождения. Ледовый дворец «Химик» в Новополоцке стал площадкой для проведения турнира по хоккею с шайбой среди юношей 2007 года рождения. На церемонии открытия организаторы презентовали юным хоккеистам сладкие призы и пожелали ярких матчей. В турнире принимают участие шесть команд. На Новополоцкой ледовой площадке сыграют хоккеисты из Минска, Орши, Гродно и Новополоцка. Игры проходят по круговой системе. Каждая из команд сыграет пять игр. Мы стараемся в августе месяце проводить даже не один, там два-три турнира для всех возрастов. Ну, не именно для этой команды, но для различных возрастов. Ну, у этой команды получилось собрать команды, поэтому в Новополоцке. То есть турнир предсезонный. Сезон у нас начинается 19 сентября, ну, поэтому команды готовятся к чемпионатам. Подготовка к турниру для новополоцких хоккеистов началась заблаговременно. В июле спортсмены активно тренировались в спортивно-оздоровительном лагере «Воднолыжник». После завершения смены тренировки проходили два раза в день. Как на льду, так и в спортивном зале. Кто окажется победителем турнира, сейчас предсказать достаточно сложно. На сегодняшний день здесь собрались шесть команд. Пять из них были в финальной части прошлого сезона. То есть, ну, команды все сильные, все равные. Тяжело оценить. Одинаковые команды по уровню. В первый день турнира игры уже начались. На льду новополоцкий химик встретился с минской юностью. Игра завершилась со счетом 1-2 в пользу минчан. Игра была хорошая, соперник сильный. Но были пропуски в обороне. Надо играть поближе к соперникам и быть пожестче. Программа соревнований рассчитана на три дня. Победитель турнира по хоккею шайбы станет известен уже 27 августа. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, телеканал «Звезда». В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и до новых встреч в эфире телеканала «Звезда». Субтитры создавал DimaTorzok Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000.